Господи Иисусе в Христе Божий наш, молитвами Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных отцов наших, молитвами священно-мучеников Кима Некомедийского, Креме Танкиского, святых и правильных Бога Отеца Акима Иоанна, всех святых, помилуй и спаси нас, ибо Бог Теблаго человека любит. Аминь, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. Поучение называется «За кем мы идем?». Сегодня в евангельском чтении мы слышали, что за Иисусом следовали двое слепых и кричали «Помилуй нас, Иисус, Сын Давидов». Как будто в обличении нам, братья, Святая Церковь вспоминает ныне сию евангельскую историю о двух слепых. И в самом деле, не обличение ли нам, что два слепца не были еще просвещены святым крещением? И однако же, кому следуют? За кем идут? Смотрите, у кого они милости в нужде своей ищут? Слышите, за Иисусом сказано «Следовало два слепых». А мы, имея здравые очи телесные, хвалимся, что и души наши просвещены верой во Христа, и святым крещением. И однако же, осмотримся, за кем мы идем? Кому последуем? Иисусу ли? Многие из нас только имя христианское на себе носят, а по жизни и по делам вовсе не христиане, ибо ни в чем не хотят следовать за Христом. Христос Спаситель жил на земле в кротости, воздержании и чистоте, а из нас многие всю жизнь свою проводят в угождении плоти, пьянстве и распутстве, в распрях и зависти. Христос Спаситель, будучи злословим, никого не злословил, страдая, терпел и даже о врагах своих молился. А мы, напротив, не только злословящих, но часто и благословляющих нас злословим. О врагах не только не молимся, но всячески стараемся отомстить им. Христос Спаситель никогда слово праздновал не сказал, а мы празднословим, осуждаем, часто, совсем не повинно клевещим на ближнего своего, не щадя его чести и доброго имени, его благоденствия. Так что на нас сбывается слово Божие, гроб отверстый, гортань их. Христос Спаситель смирил себя, послушлив был даже до смерти, смерти же крестной. А мы и в чем-либо малом не хотим уподобиться Ему страданиям. Желаем со Христом украшаться царским венцом на небесах, но не хотим разделить с Ним тернового венца, бед и скорбей на земле. Желаем идти за Христом, а не хотим пить с Ним чашу страданий, и как бы не слышим, что Он же говорит, кто не примет креста своего и не последует за Мною, не достоин Меня. Вот таких-то нам подобных мнимых христиан и вопрошал мне, когда святитель Иоанн Златоуст, скажи мне, почему я могу узнать, что ты христианин по месту ли, по одежде ли, по пище твоей или по делам твоим, не по месту, ибо истинного христианина место досточтимое, место святое Церковь Божия, а ты проводишь время в праздности или на улицах, или в корчевницах, не по одежде, ибо не носишь ты одежды смиренной, какую носил Христос, а украшаешься богатой одеждою, приобретенную от неправды, не по речам твоим, ибо для тебя большое удовольствие божиться напрасно, осуждать ближнего, и клеветать на него, и даже сквернословить, и не по пище твоей, по сладким яснам твоим, ты не можешь называться учеником Христовым, не по делам ли, но все поступки твои полны лукавства и обид ближнему твоему, смотри и внимайся им золотым словам златословного Учителя, но все ли это, но все ли это обретается в нас самих, а мы еще так смело хвалимся пред всеми, что мы христиане, но поймите, братья, что если мы носим только имя христианское, как неплодная смоковница носила только листья, то как бы нам не подвернуться тому же страшному проклятию, какому подвернулась она, что же нам делать, чтобы не по имени только, но и на деле быть христианами, чтобы избежать всего грозного осуждения от Господа, поспешим вместе с онными слепцами за Христом, всегда последуем Ему единому, последуем Ему в смирении и кротости, последуем в воздержании и нищете, последуем в незлобе и чистоте. Кратко сказать, будем православно веровать во Христа и соблюдать все Его спасительные заповеди, и Господь просветит наши очи душевные, так что мы будем в состоянии сначала на земле созерцать Творца в Его творениях, а потом удостоимся наслаждаться и на небесах невечерним светом в зрении пресветлого лица Его. Аминь. Из тройских листов.